Новочеркасск 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 Рассвет в окне Картуновых горел далеко за полночь. Кем он мечтал стать? Этот вопрос им был решен давно, еще когда на Дону шли ожесточенные бои. Но, в отличие от других мальчишек, военная романтика не волновала его. Он не хотел стать военным или флотским пареньком, строить, что-то создавать. Только в этом он видел цель своей жизни. 1927 год. Алексею Картунову уже 20 лет. Он успешно сдает вступительные экзамены в Северо-Кавказский институт водного хозяйства и мелиорации и началась студенческая жизнь. Произошли изменения и в личной жизни. Аня наустинная, веселая, миловидная девушка очень приглянула с Алешей. Знакомство переросло в любовь, а скоро и сыграли скромную студенческую свадьбу. Отлично сдав выпускные экзамены, у Картунова открывается Зеленая улица в Большую науку. Он поступает в аспирантуру при своем институте, а затем едет в Москву в аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации. Родной город Новочеркасск хранит память о легендарном человеке, оставивший заметный след в истории и самого города, и всей страны. В 1983 году Новочеркасскому институту было присвоено его имя, а память об учебе в нем видного государственного деятеля увековечена мемориальной доской. И вот новый поворот судьбы. Заканчивая в Москве курс аспирантуры, Картунов готовился к защите диссертации, но ее пришлось отложить. По комсомольской путевке молодой специалист направляется на строительство металлургического завода «Азовсталь» в город Мариуполь. В Мариуполе в семье Картуновых родился первенец сын Валерия. Вышестоящее руководство подметило в молодом специалисте не только добросовестость в работе, но еще и инициативность, напористость и постоянную учебу. Начав мастером, в скором времени он был переведен на другую должность производителя строительно-монтажных работ. А весной 1936 года Алексей Кириллович направляется на строительство ЦАГИ, Центрального аэрогидродинамического института в поселок Стаханово, ныне город Жуковский. В Стаханове у Картуновых родился второй сын Вадим. Семья получила небольшую, но хорошую по тем временам квартиру. Жизнь постепенно налаживалась, но все это было разрушено войной. В августе 1941-го в Картуново пришла повестка о призыве на военную службу. К тому времени обстановка на фронте для Красной Армии сложилась критическая. Закрушив первый стратегический эшелон, уничтожив почти всю авиацию, значительную часть артиллерии, противник вышел к Днепру. 1942-й год, весна. Вновь сформированная 134-я стрелковая дивизия, в которой служба Картунов, отправляется на Калининский фронт и участвует в тяжелых оборонительных боях. В сентябре того же года Картунова неожиданно назначили командиром 629-го стрелкового полка. Командир дивизии, Добровольский, еще тогда полковник, так посмотрел на НПК, кого, никого нет под руками. Ну, давай, Картунов, вот тебе есть. Давай, беги туда и возьми там, продержись там день, два, три, мы пока подберем. Вот так он стал командовать 629-м полком. Неделю продержался, никого не уничтожил. Человек волевой, умный, грамотный, толковый. Сразу собрал там остатки и хорошо стал командовать полком. Командовать, а чего подыскивать? Вот готовый командир полка. Так он стал командиром полка. А был он сначала просто инженер. И с этого дня Картунов никогда не расставался со своим полком, с которым прошел до последнего дня войны, до победы. То ли халетье забыть или вычеркнуть невозможно. На войне солдаты каждый день смотрели смерть в глаза. Было и такое, когда разведчик Владимир Карпов спас Картунову жизнь. 43-й год, весна. А слава Богу, пошли мы в наступление. Ну, дали там артиллерийскую подготовку, какую могли, уря-уря, пошли вперед. И задачу не выполнили. Володя говорит, давай, батальоны забегли, давай поднимай. Не то, чтобы мы в атаку пошли, а поднять надо остатки батальона. Ну, мы подходим с разведчиками. Ну, говорим, давайте, славяне, славяне, поднимайтесь. Ну, что, я стою, меня не уберешь. Ты что, лежишь? Вставай. Поднялись. Командиры тут кто уцелел. Некоторые раненые должны ушли. И вперед, и в эту Васильевку ловались. А немцы в это время, когда мы этот фланг вот вперед тронули, они на левом фланге контратаковали. И захватили в высоту, где находился Картунов. И мы, значит, бегом возвращаемся туда, к НП. Прихожу, слышу, там на НП стрельба. А внизу тут солдаты что-то такие. Я говорю, вы кто такие? Мы саперные рота. А что вы здесь делаете? Вы же там должны были командиром НП дооборудовать. Все, говорит. Ну, я говорю, как было. Все, говорит. Накрылся командир полка. Как накрылся? Ну, что, не слышишь? Там немцы захватили НП. Все, говорит. Командир полка накрылся. И все там, кто с ним был, весь штаб накрылся. Я говорю, да вы что? Там же стрельба. Там же еще, наверное, может, они отбиваются. А ну, встать! Встать! Все поднимайся! Где? Кто тут у вас остался? Лейтенант. Давай, лейтенант, собирай своих людей. Я своих людей. Давайте, дозарядите оружие. Давай, вперед, за мной. Надо выручать командира полка. Вперед, пошли. Ну, развернули в цепь и пошли. Выскочили туда, на высотку. Да, немцы там, как открыли мы огонь. Начали их чесать. Смотрю, один побежал, второй. Того добили, этого добили. Часть побежала. Подбегаю к этому блиндажу, где, наверное, на вредательный пункт. Говорит, есть кто живой? Связист выходит. Вы кто? Ой, ой, Волода, Волода. Говорит, нас чуть-чуть в плен не взяли. Где командир? Да здесь он. И Алексей Кириллович выходит. Сажи весь. Немцы гранаты бросали. Под дверь там, рядом дверь. Они оттуда гранаты выбрасывали, успевали. Они успевали их гранаты выбрасывать. Некоторые вот рядом живы, он весь в копоте выходит. Ну, Володя, спасибо тебе, ты меня спас. 12 января 1945 года началась Висло-Одарская операция. На третий день наступления в бой были введены вторые эшелоны корпусов. 629-й стрелковый полк, как всегда, наступал в направлении главного удара. За три недели напряженных боев, пройдя 400 километров, его полк уничтожил до 670 солдат и офицеров, две 75-мм батареи, захватил 48 пленных, 4 пушки, склад боеприпасов. За умелое командование и нанесение при этом большого урона противнику в живой силе и технике Алексей Кириллович Картунов был представлен к высшей награде званию Герой Советского Союза. Берлинская операция подходила к концу. К исходу 30 апреля дивизия расположилась на окраине вражеской столицы. Все были уверены, что на следующий день они будут участвовать в завершающем штурме Рейхстага. Но приказы на это так и не последовали. 2 мая дивизия получила задание выдвинуться к Эльбе для встречи с союзными войсками в районе Магдебурга. Этими событиями и завершилась Великая Отечественная для Алексея Кирилловича Картунова. 48-й год. Сдав дела и получив предписание, Алексей Кириллович едет к новому месту работы и службы одновременно. Он начальник Таймузинского территориально-строительного управления. Позади остались война, работа в Германии по демонтажу и уничтожению объектов военной промышленности и прочего, рапорты командованию о переводе на другую работу, письма в Министерство нефтяной промышленности, долгие месяцы ожидания решений. Интересна такая деталь. Приказом вооруженных сил СССР полковник Картунов оставался в кадрах советской армии, а глав нефтегазстрою он был лишь прикомандирован. Таймузинское нефтяное месторождение, прозванное «Вторым Баку», в те годы рассматривалось не только с точки зрения перспектив в добыче нефти, но и как полигон для проверки и внедрения передовых технологий. И такая работа порой делалась на грани риска. 21 февраля 1950 года Картунова назначают заместителем министра нефтяной промышленности СССР по строительству. Семья переезжает в Москву и селится в доме номер 7 по Филипповскому периоду. Через пять лет Картунов становится министром строительства предприятий нефтяной промышленности СССР. Назначение на столь высокий и ответственный пост делало неуместным даже формальное подчинение Картунова Министерству обороны. Но только через год последовал приказ об увольнении из рядов советской армии в запас. 2 августа 1956 года Совет Министров СССР своим постановлением образовывает главгаз СССР, ставя перед вновь образованной структурой крупные задачи развития отрасли, широкого использования газа в народном хозяйстве, увеличение его доли в топливно-энергетическом балансе страны и организацию производства химической продукции. Но не успев еще развернуть свою работу, над газовой отраслью нависла серьезная угроза. Хрущев решает упразднить все министерства и образоваться в наркозах. И началась реорганизация. Касалась она и газовиков. Однако в историю вмешался господин Случай. Как-то в главгаз позвонил Никита Сергеевич Хрущев и попросил Баксермана, одного из руководителей главка, заняться строительством газопровода «Татарий-Горь». На другой день Баксерман был у Хрущева и в личной беседе сказал, что ликвидировать главгаз нельзя, поскольку он только начал работать. А резать единую систему газопровода на участке по савнархозам невозможно. Дальше события развивались стремительно. Вопрос вынесли на президиум ЦК партии, и уже при поддержке Хрущева главгаз был оставлен. А Алексей Кириллович Картунов стал его начальником в рамке министра СССР, министра газовой отрасли. Основные усилия Алексея Кирилловича Картунова в 1956 году были сосредоточены на строительстве газопровода «Ставрополь-Москва». Это был грандиозный проект для страны. Впервые на строительстве стали применять трубы диаметром 720 мм, что потребовало и других новых технологических решений. Был детально разработан и осуществлен скоростной метод сооружения газопровода на всем протяжении трассы. Изготовлены более мощные трубы, вкладчики и изоляционные машины, сварочные агрегаты, роторные экскаваторы и много-много другой необходимой техники. Оперативное руководство всеми работами на тысячкилометровой трассе сосредотачивалось в Главном управлении по строительству газопроводов. Все походило на пике. Предусмотренные проектом строки строительства были значительно перекрыты. В конце декабря 1956 года у совхоза «Коммунарка» под Москвой высоко взметнулось в вечернее морозное небо могучее пламя газ без вечера. Два с половиной миллиона кубометров ставропольского газа стало получать станицу. Разрешите мне от Центрального комитета нашей Коммунистической партии поздравить вас, рабочих, работниц, инженеров, техников, всех тех, кто участвовал в грандиозной работе построения газопровода «Ставрополь-Москва». Сдав первую нитку в эксплуатацию, строители начали сооружать вторую. А весной 1957-го приступили уже к третьей нитке газопровода. 2 апреля 1957 года Алексей Кириллович Квартунов награждается Орденом Ленина. Награду вручал Климент Ефремович Ворошилов в присутствии Хрущева и других членов правительства. Но мало кто знал тогда, что строительство этого газопровода, особенно при возведении второй и третий ниток, было связано для Квартунова с огромным риском, личным риском, как руководителя. В 1956 году газ в столицу поступал под собственным давлением. На трассе не было ни одного газоперекачивающего агрегата. Однако в перспективе было очевидным строительство компрессорных станций по всей трассе. В стране серийно выпускались лишь небольшие поршневые компрессоры для перекачки газа мощностью 735 кВт. Но к тому времени был создан новый газотурбинный компрессор мощностью 4000 кВт. Но дело в том, что, допускав серийное производство, новый агрегат требовалось проверить на сложных испытательных стендах. На это могло уйти 3-4 года. Как быть? Алексей Кириллович принял решение устанавливать на трассе только новые агрегаты, а испытания и обкатку проводить в процессе промышленной эксплуатации. И оказался прав. Газопровод Ставрополь-Москва был доведен до проектной мощности на два года раньше установленного срока. В середине 1963 года в высших кругах советского руководства появилось мнение о нерациональном использовании газовых запасов. В Кремле родила строгая директива о нецелесообразности быстрого развития газовой промышленности. И, как следствие, в отдельных регионах страны были даже приостановлены работы по строительству газовых магистралей, а также по поиску и разведке новых месторождений. Алексей Кириллович и его сторонники не могли смириться с этим. Суть этого заговора заключается в том, что в начале 1963 года появилась группа людей. Они начали утверждать, что природный газ нельзя использовать как топливо, его нужно использовать исключительно для нужд семьи. Деятельность Картунова была признана вредной. Никита Сергеевич прямо заявил ему, вы вредный местор. Это, конечно, была очень несправедливая оценка, и Алексей Кириллович постарался ее исправить. Он составил грамотную, очень грамотную записку. Затем начал искать сторонников. Кто бы мог подписать эту записку так, чтобы ее все-таки изучил глава государства. Прежде всего он обратился к Байбакову. Байбаков был в то время председателем Госплана СССР. Он хорошо знал отрасль. В то время он был министром нефтяной промышленности, работал с Картуновым, хорошо знал Картунова, верил ему. Поэтому, изучив записку, Байбаков первым поставил свою почту. После него Картунов с этой запиской обратился к министру геологии, к министру химической промышленности, к министру энергетики. И все они подписали эту записку. После того, как записка была подписана, она была направлена в президиум Совета министров. И он прекрасно понимал, на что он идет. Рисковали и все министры, подписавшие эту записку. Члены президиума заняли свои места. Дверь была открыта. И в это время в дверь вошел Никита Сергеевич Хрущил. И вот, войдя в зал, он первым, кого увидел, боксермана. С ним они были знакомы еще по Украине, по Дошаве, Минск, Брянск, Москва. Потом по работе в МГК. И поэтому, увидев боксермана, Никита Сергеевич сразу обрадовался. Начал его расспрашивать о жизни мимоходом. И, получив какой-то ответ, прошел в президиум. Придя в президиум, он сказал, что да, у нас сегодня очень важный вопрос. Мы должны рассмотреть судьбу газовой отрасли. Здесь, говорит, мне записку подготовило несколько министров. Я ее детально изучил. Зал сидел в напряжении, конечно. И тогда Никита Сергеевич сказал, вот тут министры пишут, что мы не совсем правы. Давайте же не будем судить о том, правы и мы не правы, а послушаем специалиста. Послушаем, предоставим слово товарищу боксерману. Он вышел на трибуну и грамотно, четко доложил все вопросы. Хрущев выслушал боксермана. Потом вышел на трибуну и сказал примерно такую фразу, что, видите, товарищи, видимо нас завели в заблуждение. Давайте поверим специалистам и предоставим им возможность работать дальше. После этого, естественно, прошло голосование, и уже мнение присутствующих склонилось к тому, что газовую промышленность надо сохранить в том виде, в котором она существует. Узнав об этом, Юлий Ильич Боксерман вышел на улицу радостный, немедленно поставил телеграмму Картунову. Картунов получил телеграмму, находился, как я говорил, в Крыму в это время, и прервал немедленно отпуск, и со словами, что хватит отдыхать, пора работать, вернулся в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей. Значительной векой в развитии газовой промышленности СССР стали открытия месторождений голубого топлива в Узбекистане и Туркмении. Возникло предложение о строительстве газопровода «Бухара-Урал». Это была смелая идея – передать газ из района Древней Бухары на промышленный Урал, который остро нуждался в топливе, а запасы местных углей были ограничены. Работа кипела и день, и ночь. Протяженность двух ниток превышала 4000 километров. В те времена в мире не существовало газопроводов, равных по производительности этому. По случаю окончания строительства был организован торжественный митинг, на котором выступил и Алексей Кириллович Картунов. Он поздравил с трудовой победой и призвал всех не останавливаться на достигнутом. После газопровода «Бухара-Урал» началось сооружение еще более мощной системы Средняя Азия-Центр. Восточные Бухары геологи открыли месторождения «Мубарек» и «Урта-Булак», весьма сложные по своему геологическому строению. Но самое неприятное и опасное заключалось в другом. Газ содержал много сернистых соединений. Это осложняло эксплуатацию скважин и промыслов. Требовались особые оборудования, также арматура и специальной стали. Однажды на разведочной скважине вырвался гигантский фонтан газа. Вышка рухнула. Оборудование было отброшено далеко в сторону. Загорелся газ. Пламя взметнулось на десятки метров. Шутка сказать, газ рвался наружу силой в 300 атмосфер. И все же эту стихию удалось опустать. Но через некоторое время случилась новая беда. Сероводород разъел стальную колонну, пробился через породы, и десятки грифонов забурлили вокруг скважины. Возникла серьезная экологическая опасность. Медлить было нельзя. Газ мог распространиться на большую площадь. И не оставалось другого выхода, как этот газ зажечь самим. И снова над скважиной вспыхнул огромный факел. Предпринимаемые меры по спасению месторождения и оборудования, к сожалению, положительных результатов не давали. Пробовали разные варианты. Неоднократно проводились совещания. Родилась неожиданная идея. Одареть стихию с помощью подземного ядерного взрыва. В Москве в кабинете Картанова состоялось совещание. Были приглашены ученые, были приглашены производственники. Все самые мощные силы, и баровиков, и геологов, и производственники были приглашены на это совещание. Ну, естественно, я там, как главный специалист, то есть молодой еще специалист, который проработал в институте, ну, где-то всего 3-4 года, естественно, с содроганием думал, как я буду присутствовать на этом совещании, где все светила газовой отрасли присутствуют. Ну, я, как так сказать, мелкой сошкой в уголке сажусь. Но Алексей Кириллович внимательно слушал любое предложение, значит, по ликвидации аварии. Значит, там были предложения по осуществлению направленного атомного взрыва. Но Алексей Кириллович, значит, и проектировщик тоже спрашивал. Как вот вы думаете, возможно ли потом будет осуществить вот это месторождение в эксплуатацию? Я думал, что он будет, так сказать, строго обрывать, говорить, что та или иная идея бредовая. Ничего подобного не было. Затем, значит, впоследствии, значит, этот аварийный фонтан был ликвидирован и месторождение, собственно говоря, было спасено. Прошло время, и в урта Булаки стали добывать газ. Сначала он пошел по трубам на завод по извлечению серы, а позже голубое топливо было подано в города Узбекистана, Киргизии и Казахстана. В 1964 году произошла смена руководства страны. В декабре, выступая на заседании сессии Верховного Совета СССР, Алексей Кириллович Картунов заявил, известно, что в нашей стране 9-10 лет тому назад по существу не было газовой промышленности. Коренные сдвиги в этой отрасли были достигнуты только после того, как в 1956 году она была выведена из состава нефтяной промышленности и обрела свою четкую организационную структуру. Тогда был образован единый союзный орган главгаз СССР. Добыча и производство газа в настоящее время уже достигают более 110 миллиардов кубометров, что в 11 раз превышает уровень 1955 года. Слова Картунова подкреплялись конкретными делами. Газ из Средней Азии пришел на Урал, города Челябинск и Свердловск. Из Краснодарского края проложены газопроводы через Ростов-Дон на Луганск и далее шли до Серпухова. Построены газопроводы Игорем-Серов, а также Доршава, Минск, Ивацевичи, Вильнюс, Рига. Эти несомненные преимущества газа перед другими видами топлива обусловили повышенные забавы о развитии газовой промышленности в ближайшие годы. Достигнутые результаты убедили новые правительства в необходимости более четко определить статус газовой промышленности в экономической структуре страны. 2 октября 1965 года было создано Министерство газовой промышленности СССР. Его первым руководителем стал Алексей Кириллович Картунов. Труд Картунова был высоко оценен правительством. В 1966 году ему был вручен Третий Орден Ленина. Чем динамичнее развивалась газовая промышленность, тем больший спектр вопросов требовалось решать. Определялись задачи использования в отрасли автоматизации, телемеханизации, вычислительной техники, а также научным основам организации управления объектами отрасли. В 60-х годах он уже ставил вопросы о культуре производства, об охране окружающей среды и экологии. Но в центре его внимания оставались направления геологоразведки и добычи газа, его транспортировки, переработки, использования в народном хозяйстве, а также и в подземном хранении газа. Я помню один объект, так называемое Колпинское подземное хранилище газа. Значит, был в одной поездке вместе с бывшим министром Крутуновым. Он весною приехал с Толстиком, встретился, Толстик говорит, нам нужны подземные хранилища газа. И осенью хранилище заработало. Осенью хранилище заработало. Были пробурены скважины, построены компрессорные станции, сборный пункт. Сейчас для этого нужно 5-7 лет. Крутунов ввел понятие так называемое полевое проектирование. Значит, звонит директору, директор Фома Андреевич Требин был в то время. Пошли своих сотрудников в Ленинград, пусть они там вместе с гиперспенцгазом решают вопрос. Решают вопрос. Значит, через 3-4 дня, через 3-4 дня проект, правда, его еще проекта не было в таком виде, а были основные решения. Были согласованы в горосполкоме. Были согласованы в горосполкоме. Все, никаких проблем, никаких вопросов. Сейчас больше согласований это требует если не года, то месяц. Москва. Кремлевский дворец съездов. В 1970 году здесь проходил 11-й международный газовый конгресс. И это событие стало знаковым для газовиков всего мира. Для гостей и участников конгресса были организованы выставки, встречи, поездки на газовые объекты. Все это наглядно и убедительно демонстрировало достижение страны Совета. Международный газовый конгресс стал важной вехой в деле сближения позиций специалистов газовой отрасли. Мир, поделенный на два лагеря, мешал развитию деловых контактов и поиск компромиссов. Уход от политики конфронтации, снижение уровня недоверия было единодушным желанием всех участников международного форума. Алексей Кириллович еще в середине 60-х годов ставил вопрос перед руководством нашей страны о выходе газотранспортной системы за пределы Советского Союза. Тогда, когда были открыты крупнейшие газовые кладовые на севере Тюменской области, которые исчислялись триллионами кубометров, Алексей Кириллович понимал, что поднять или освоить такие огромные запасы в таких удаленных и тяжелейших климатических условиях, где минус 60 градусов Цельсия не редкость и вечная межзлота, он первый понял, без привлечения мощных материально-технических ресурсов, строительной техники уникальной извне поднять или освоить эти газовые ресурсы будет невозможно или это затянется на десятилетии. Алексей Кириллович ясно понимал, замкнутость газовой отрасли в рамках одного государства значительно сдерживает ее развитие, а выход на мировой рынок и прежде всего на европейский позволит более динамично решать многие проблемы отрасли и более того всего народного хозяйства страны. Однако в высших правительственных кругах эту идею по началу встретили с недоверием и опаской. И все же целеустремленность Картунова позволила изменить отношение к этому вопросу. Конечно, многие считали Алексея Кирилловича фантазером. Не только простые люди, но и в правительстве. Но однако ему удалось доказать и прежде всего Алексею Николаевичу Косыгину, который был в это время премьер-министром Советского Союза, Николаю Константиновичу Байбакову, который первые поддержали предложение Алексея Кирилловича и было издано постановление правительства об организации переговоров с европейскими нашими потенциальными партнерами и это постановление по существу дала возможность Министерству внешней торговли, Газпрому, Газплану, Центрального банка и другим организациям Советского Союза начать переговоры. Наступил день, когда Косыгин один из первых в правительстве поддержал Картановский проект и началась активная работа с ведущими европейскими компаниями. Были подписаны договоры с западногерманской фирмой Рухгаз и итальянским концерном ЭНИ. В 68 году советское голубое топливо стало получать Абстрию. Для российской стороны суть контрактов заключалась в предоставлении кредитов на закупку различного рода современной продукции. Это и трубы большого диаметра, и оборудование для бурения и добычи, и новейшие компрессорные станции и многое-многое другое. Все то, в чем остро нуждалась в те годы отечественная газовая отрасль. Благодаря успешной реализации программы экспорта газа, наша страна за 6-8 лет смогла полностью расплатиться за полученные кредиты, а затем поставки газа стали приносить чистую валютную прибыль. Нужно сказать и следующее, что за короткое время было построено три магистральных газопровода диаметром 1420 на давление 75 атмосфер специально для экспортных целей. Это Оренбург, западная граница, Оренгой, Ужгород и Ямбург, Помар и Ужгород. И эти три газопровода работают и сегодня, обеспечивают только эти три газопровода порядка 100 миллиардов кубических метров газа в год. Вот по существу цена того вопроса, за что бился и пробивал Алексей Кириллович Картунов. Еще в самом начале 60-х годов разведчики недр нанесли на карту Тюменской области 5 нефтяных и 17 газовых месторождений. Становилось очевидным, что эти земли представляют богатейшую нефтегазоносную провинцию Советского Союза. И уже к 67-му году разведанные запасы газа определялись невероятной цифрой более 3 триллионов кубометров. Цифры цифрами. Они, конечно, поражают воображение. Но вот во что это обойдется государству? Чтобы заниматься освоением таких богатств, потребуется колоссальное капиталовложение, а средств таких в стране не было. Когда пригласил меня Алексей Кириллович Картунов и предложил поехать во вновь организуемый глав в Тюмень нефтегострой в Тюменской области по освоению нефтяных и месторождений на тот период пока, а дальше газовых в Западной Сибири, меня это привлекло. Все удивлялись, почему Картунов взялся за освоение Западной Сибири, который только-только сформировал газовую промышленность. Главгаз. И этот главгаз имел строительных сил всего 60 тысяч человек. Все же при создании сомнархозов в Республике сомнархозы, а ничего в центре не осталось, это были только тресты без серьезных материальных баз. И вдруг Картунов берется за Западную Сибирь. Все удивлялись. Я ему со временем задал вопрос, почему вы взялись за вещи, которые не очень могли выполнять вот таким количеством всего строителей. Он говорит, я верю в большие возможности Тюменской области по газу. Я верю Эрвье, главному геологу Тюменского управления. Он мне показывал свои соображения, там очень большие запасы газа. Рано или поздно мы будем среотачивать на них свои силы. И эти газовые месторонии в Западной Сибири изменят конъюнктуру в стране. И газовая промышленность будет развиваться невероятно стремительно. Может мы только электричеством будем выступать, но я не исключаю, что пройдет время, когда не электричество, а газ будет играть решающую роль в экономике не только страны, но и мира. 30 мая 1967 года забил первый газовый фонтан на новом гигантском месторождении Медвежье. Через два года геологи передали его в эксплуатацию. Правительственное решение братья немедленно в предельно сжатые сроки проделось быстро, почти сразу же вслед за сообщением о полутора триллионах запасах. И это понятно. Страна истерзанная гонкой вооружения, военным соревнованиям с американцами, бесконечной помощью братским республикам и народам слаборазвитых стран, неудержимо сползало к опасной черте хозяйственного кризиса. Остановить сползание мог только газ Медвежьего. Правительство определило и сроки подать первый газ во втором квартале 1972 года. С точки зрения развития газовой промышленности 1972 год был переломный. Потому что Министерство газовой промышленности в старом его составе на него было возложено крупные задачи по строительству объектов нефтяной и газовой промышленности. И кроме того, это министерство занималось и вопросами технологическими газовой промышленности. Конечно, в том году 72-м при колоссальных темпах развития нефтяной промышленности прежде всего министерство не смогло обеспечивать все эти направления. Поэтому правительством было принято решение в сентябре 1972 года создать министерство газовой промышленности в новом составе. И параллельно было организовано министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. Вот министерство строительства нефтяной и газовой промышленности возглавил Картунов Алексей Кирилович, а министерство газовой промышленности возглавил Саби Татайович Оруджев. Было абсолютно очевидно, что без ввода крупных новых месторождений наращивать добычу газа в стране было невозможно. Поэтому на базе тех колоссальных открытий, которые к тому времени уже были, было открыто и Медвежье, и Уренгойское, и Ямбургское месторождение, все они уже были открыты к 1972 году. Но колоссальный вопрос заключался в том, что одно дело нефтяные месторождения в районах Среднего Приобья, где все же Сибирь, но Сибирь такая еще доступная, другое дело, это северные районы Западной Сибири, где практически тундра, вечная мерзлота колоссальная и морозы колоссальные, там значительно сложнее было. Предстояло решить очень сложную задачку со многими неизвестными. Где взять новые станки и буровое оборудование, чтобы обеспечить строительство скважин с диаметром эксплуатационной колонны 18 дюймов? А ведь их предстоит пробурить не одну или две, а более двухсот. Где взять соответствующую запорную арматуру, способную пропустить через себя и сдерживать небывалый напор подземного океана? А трубы? Новая газовая магистраль должна выдерживать рабочее давление до 75 атмосфер и гнать через свое русло гигантский газовый поток, а значит они должны быть изготовлены из особо сверхпрочных сортов стали, да к тому же иметь почти полутораметровый диаметр. Только вот ни таких труб, ни технологий их стыковки в магистраль и много другого на ту предстартовую пору еще не существовало. Но главной загадкой был сам полярный круг с его бешеными минусами, ветрами, зыбкой почвы. Даже на теоретическом уровне наука и мерзлота не была изучена и потому ставила всю программу обустройства и освоения на грань эксперимента. Для ускоренного освоения недр принимается решение о закладке города Надыма. Работы шли по всем направлениям. Строили город, обустраивали медвежья, прокладывали нитки газопроводов. В первых числах октября 71-го на дым прибыл министр газовой промышленности Картунов. На экстренном совещании стоял только один вопрос. Что необходимо для безусловного выполнения правительственного задания? Ситуация требовала четкой постановки задачи и деловых решений. Расчетом специалистов экстренно требовались дополнительно сотни единиц самоходной техники. Для монтажных работ не менее трех тысяч рабочих. Список требований возрастал. Но одно предложение подняло настроение всем, в том числе и министрам. Блочный метод. Его суть. Основные узлы промысловой установки монтировать на большой земле и уже готовыми блоками отправлять на медвежья. На прощание министр пообещал решить все зависящие от него вопросы, а заодно подкрепить медвежья высококлассными специалистами. Через четыре месяца Картунов снова приехал в Надым. Его сопровождал заместитель по строительству Юрий Петрович Баталин. Положение на месторождение министр охарактеризовал как крайне неудовлетворительное. Перед тем, как закрыть совещание, Алексей Кириллович оглядел собравшихся и произнес «С сегодняшнего дня в Надыме учреждается оперативный штаб строительства. Вам, Юрий Петрович, придется остаться здесь и возглавить его. Теперь же и приступайте к работе». Нам удалось благодаря применению совершенно новейших методов работы, комплектно-блочного метода, свайные основания, новые организационные приемы, ничего не имея. Мы широко использовали авиацию, блочный метод, другие индустриарные методы, кадры рабочие мы самых лучших туда направили и сделали. 28 апреля 1972 года. Сварка последнего стыка газовой магистрали в Медвежье Надым-Пунга. Именно в этот день пошел промышленный газ с Ямала потребителем страны. И еще один важный итог. Это было рождение системы магистральных газопроводов с месторождений Северо-Тюменской области в центр страны. Сегодня, оглядываясь назад, особенно видна та роль, которую сыграл Алексей Кириллович Картунов в деле становления и развития газовой отрасли в нашей стране. За годы его руководство добычи природного газа в стране увеличилось в 12 раз. Доля газа в общесоюзном топливном балансе достигла 19,5%. Построено 100 тысяч километров магистральных газопроводов. В стране сформировалась по существу основная газопроводная сеть единой системы газоснабжения. Построено несколько подземных хранилищ газа. При Картунове возникла целая сеть проектных и научно-исследовательских институтов. Комплексно использовался потенциал отраслевой, академической и вузовской науки. Газовая отрасль вышла на мировой рынок. Причем, решая вопросы экспорта газа, он работал и над программой импорта голубого топлива в те районы страны, которые были значительно удалены от отечественных газовых месторождений. Картунову принадлежит основная заслуга в создании в стране индустрии скоростного трубопроводного строительства. На счету министра практическое решение проблемы по использованию сероводородосодержащего газа для получения серы и гелия. Огромная заслуга Картунова в подборе и воспитании руководящих кадров газовой промышленности. От той эпохи нас отделяет несколько десятилетий. сегодня другие ритмы, масштабы, задачи. Но нам, современникам, важно понять, что в жизни Алексея Кирилловича Картунова было самым ценным. То, что им было начато и завершено, или то, что потом продолжили и завершили его последователи и ученики. Однозначно одно. Благодаря энергичному, принципиальному и целеустремленному руководителю удалось создать газовую отрасль, которая стала гордостью нашей страны и ее достоянием. Ну, а память о тех сложных и непростых годах мы храним в наших умах и сердцах. надпись на умах в наших домах и мы и